Самозахват общедомового имущества. Только в прошлом году в администрацию Хабаровска было подано несколько обращений с просьбой разобраться в ситуациях. Так в доме по улице Клубной железнодорожного района одна из жительниц дала в аренду часть общего помещения и несколько лет получала прибыль. Это часть подъезда жилого дома. 11 квадратных метров Хабаровчанка отдала предпринимателю, который занимался здесь ремонтом одежды. Арендная плата ежемесячно поступала на ее личный счет. Платили за аренду 8 тысяч рублей. Денежные средства поступали именно госпожи Лазарева на расчетный счет дома. После ревизии общедомового имущества предприниматель стал перечислять арендную плату на счет дома. Лишившись дополнительных доходов, Хабаровчанка сняла входную дверь с помещения. После этого коммерсант вынужден был сменить адрес. Решение о сдаче в пользование общего имущества это компетенция собрания собственников в помещении многоквартирного дома. И если собственники приняли решение о том, что они готовы сдать в пользование, ну либо в аренду, общее имущество, установили размер платы, установили кому, то это будет законно. Компонент временно недоступен. Сейчас управляющая компания разыскивает Хабаровчанку, которая несколько лет сдавала в аренду имущество дома и хочет взыскать с нее через суд деньги. Если Фемидов станет на сторону жилищной организации, то по закону средства от аренды имущества будут потрачены на ремонт дома или прилегающие к нему территории. Татьяна Токарь, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. В Хабаровске павильоны на остановках общественного транспорта будут отодвинуты от проезжей части. Такое решение было принято в ходе проверки. Согласно законодательству в сфере безопасности дорожного движения, расстояние от края дороги до края остановки должно быть не менее трех метров. В городе этим правилом неоднократно пренебрегали. Так, необходимое расстояние не обеспечено на остановочных площадках в районе железнодорожного вокзала, кафедрального собора, железнодорожной больницы. В этих местах, согласно решению суда, специалисты управления дорог и внешнего благоустройства должны будут перенести павильоны на требуемое расстояние. В Хабаровске снова пройдет конкурс на отлов бродячих собак. Аукцион, который состоялся в конце 2016 года, признан недействительным, так как ни один предприниматель не подал на него заявку. Основная причина, как заявляют в городской администрации, низкая стоимость работ. Стоимость отлова и всей вот этой процедуры, конечно, низкая. Я хочу сказать, что в течение трех лет с 5 миллионов 800 стоимость сократилась почти до трех миллионов рублей. Ранее над решением проблемы лохматых хабаровских бродяжек трудился индивидуальный предприниматель Олег Вонти, но больше этим он заниматься не намерен. Основной причиной своего ухода бизнесмен назвал криминальную атаку зоозащитников. Они в октябре прошлого года проникли на территорию пункта временного содержания собак, повредили имущество, избили сотрудников и украли псов. Отлов мохнатых уличных скитайцев в Хабаровске стартует не раньше февраля, после подписания контракта с победителем конкурса, если таковой вообще будет выявлен. До тех пор стаи четверомногих бродяг будут беспрепятственно патрулировать городские улицы, дворы и помойки. Компания по вакцинации от клещевого вирусного энцефалита стартовала в Хабаровском крае. По плану, до 1 марта медики должны привить более 100 тысяч жителей, из них 43 тысячи дети. Вакцина в необходимом объеме уже доставлена в медучреждения края. В первую очередь специалисты советуют поставить прививку детям, студентам и людям, чьи профессии относятся к так называемой группе риска – охотоведам, лесникам, лесозаготовителям. Получить вакцину жители края могут в поликлиниках по месту жительства, по месту работы, а также в школах, средних и высших учебных заведениях. По словам врачей, именно дальневосточный вид вируса вызывает наиболее тяжелые формы заболевания. В прошлом году с укусами от клещей в травмпункты обратилось около 7 тысяч человек. У 60 из них был выявлен клещевой боррелиоз, у 5 – клещевой энцефалит. Рождество глазами детей. Заключительный этап фестиваля сегодня состоялся в Краевом центре. Более 300 юных талантов приняли в нем участие. Перед жюри стояла непростая задача оценить исполнение стихов известных поэтов, а также театральные постановки. – Проснулся, дедушка Мороз, потянулся! Пока одни дебютируют на сцене, другие в гримёрках в сотый раз репетируют номера. Артём Денисов отрывок из стихотворения Иосифа Бродского выучил быстро. Однако труднее всего школьнику донести до зрителя эмоции автора. Чтобы произведение зазвучало, у Артёма на отработку сценической речи ушла не одна неделя. – Буран бушевал и выматывал души из бедных царей, доставлявших дары. – Иосиф Бродский, кажется, в нашем понимании, что это стихотворение только для взрослых, потому что там большой философский смысл. Но я считаю, что дети должны учиться на классическом, лучшим, то, что есть в нашей русской литературе. Кроме номинации «Художественное слово» участники фестиваля подготовили десятки театральных миниатюр на тему Рождества. Коллектив «Веснушки» объединился со студией «Цветочки». И результатом такого творческого симбиоза стала профессиональная постановка «Шкатулка». – Нынче Рождество! – И пошли ширмы, пошли, пошли. Егор, не выходи, пока ширма не остановится. – От театралов «Веснушек» требовалось профессионально на сцене исполнить хореографические паи, пируэты. Школьницы должны с точностью изобразить движения фарфоровых балерин и ангелов. – Шкатулка рождественская. И это все в преддверии Рождества. То есть, описывается все это чудо. То, что добро всегда побеждает и рождается вот высшая сила. – Это для нас новый такой жанр. Это что-то непостижимое было ранее. Естественно, мы занимались хореографией. Но вот эти элементы мы только осваивали. – Более 600 заявок было подано на участие в фестивале «Рождество глазами детей». Из трех отборочных туров до финала добрались 235 конкурсантов. В большинстве это дети из творческих коллективов и эстетических центров. – С каждым годом все популярнее и популярнее. В этом году у нас активизировались, как я уже говорила, маленькие детские сады. Очень много детских садов в этом году участвуют. И участвуют достойно. Финал фестиваля «Рождество глазами детей» состоится 14 января в городском дворце культуры. Победители получат дипломы и подарочные сертификаты. Завершением конкурса станет галоконцерт. Анастасия Пицон, Дмитрий Попуша, Хабаровская студия телевидения. Сдавать ГТО теперь можно с шести лет. Третий и заключительный этап внедрения физкультурно-спортивного комплекса стартовал во всех городах России. Желающие получить знак отличия должны пройти четыре этапа. Зарегистрироваться на официальном сайте, подать заявку, получить медицинский допуск и пройти испытания. Принимать нормативы будут специалисты на 77 спортивных объектах города. Среди них стадионы «Юность», «Заря», «Невтяник», бассейн «Дельфин», городской центр баскетбола, а также спортивные площадки общеобразовательных учреждений. Участники должны сдать 19 нормативов в течение года. Комплекс ГТО по поручению президента России начал возрождаться в 2013 году. В Хабаровске к движению официально присоединились более 19 тысяч горожан.